Главным содержанием китайско-кубинских экономических связей остается торговля и инвестиции. При этом укрепляется политическое взаимодоверие между странами. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. Куба первая латиноамериканская страна, установившая дипломатические отношения с Китаем. С тех пор отношения между странами уже вышли за рамки обычной дипломатии. На пути строительства социализма с особой спецификой Китай и Куба учатся друг у друга. Несколько лет подряд Китай занимает второе место среди внешнеторговых партнеров Кубы и является одним из ее весомых экономических партнеров. Тогда как Куба в свою очередь является самым главным торговым партнером Китая в регионе Карибского бассейна. В последние годы Китай добился нового прогресса в сферах инвестиций и подрядного строительства на Кубе и постепенно расширял проекты сотрудничества в таких областях, как реконструкция портов, развитие туризма, строительство промышленной инфраструктуры. В прошлом году объем двусторонней торговли превысил 2 миллиарда долларов, что почти на 60% больше, чем годом ранее. В течение первой половины текущего года двусторонний товарооборот вырос на 13%. Кроме того, двусторонние инвестиции тоже идут вверх. Многие китайские компании предпочитают инвестировать в зеленую энергетику, производство и сельское хозяйство на Кубе. Экономики двух стран являются взаимодополняющими. Я верю, что у нас огромные возможности для сотрудничества в будущем. В прошлом месяце стороны уже встречались в Гаване, где договорились прикладывать больше усилий для совершенствования торговли и инвестиций. Нынешний визит в страну Ликотиана проложит путь для продвижения развития экономических связей двух стран. Визит китайского премьера будет очень результативным. Мы готовимся к этой встрече, чтобы создать хорошие условия для подписания важных соглашений. Я убежден, как всегда, что китайско-кубинские отношения будут укрепляться. Всего планируется подписание около 30 соглашений, охватывающих широкий спектр направлений в областях технологии, финансирования и промышленной кооперации.